всем привет дорогие друзья с вами дима и канал мтг сибирь и сегодня ребята у нас на обзоре интереснейшая колода от подписчика а именно симик каунтерс колода на каунтерах ух с моим любимым и нелюбимым возвышением симиков ну давайте смотреть итак три копии древесных листа это за думану 03 с захватом когда входит в игру кладет нам землю с руки на поле битвы что позволяет нам быстрее собственно кассы кастить наши спелы три копии а залита за думану каждое сказка существо по нашим контролям попадает покидает поле битвы куда угодно если на нем были жетоны то мы кладем эти же жетоны на а залит в начале боя во время нашего хода если на залите есть жетоны мы можем переместить все жетоны с залита на целевое существо вот так вот работает а залит очень прикольный артефакт 4 копия друид кироевских куч маша мана разгон три копии возвышения симиков за две маны каждый раз когда на существо под нашим контролем кладется определенное количество жетонов плюс один мы кладем такое же количество жетонов на возвышение симиков и в начале нашего шага поддержки в самом начале хода если на возвышение симиков есть 20 или более жетонов, а тут они на изи вообще генерятся, то мы выиграем игру. За 3 маны мы кладем жетон плюс 1 целевое существо под нашим контролем. 4 копии таких гидры, которые дерутся, или большие-большие. 4 копии гидроидных кразисов, которые служат нам дохилом и добором карт. 3 копии кристального гиганта. Новое существо за 3 маны, 3-3. Артефакт. В начале боя, во время нашего хода, мы выбираем случайным образом тип жетона, которого нет на кристальном гиганте, и кладем его на него. Это может быть бдительность, захват, первый удар, полет, противосточность, пробивной удар, смертельное касание, угроза, цепь жизни, и плюс 1, плюс 1. При том, что если он умирает, то все эти жетоны, которые на нем накопились, перемещаются на азолит, и потом могут достаться какому-то другому существу. 4 копии роста гидры, чарка за 3 маны, мы зачаруем существо, и когда рост гидры выходит на поле битвы, то зачарованное существо получает на себя каунтер плюс 1, плюс 1. А в начале нашего шага поддержки, то есть нашего самого начала хода, мы удваиваем количество жетонов, плюс 1, плюс 1 на зачарованном существе. 4 нисы, ну как же без них. 2 копии гарта со жестокого стражника за 6 маны, 8, 7 бдительность. Наши спеллы гидры стоят на 4 маны меньше. Чпоньк, чпоньк, да? Когда как кто-либо, как любое, точнее так, каждый раз, когда существо по нашим контролям за целью заклинаний или способности, а, и заклинаний, гарта дерется с не более чем одним своим существом не под нашим контролем. То есть такой вот ремуальчик. И 2 копии великого кромлекса, которые дополнительно наши существа входят в игру с жетоном. 24 земли. Вот такая сегодня у нас на обзоре, ребята, колода. Надеюсь, она вам понравится. На самом деле, такая чрезвычайно забавная. И такую не встретишь на просторах МТГ арены практически никогда. Я такой еще против такой не играл. Так что давайте, заваривайте чаек, садитесь и наслаждайтесь. Заодно не забывайте про лайки и подписку. Так, мы ходим первыми. У нас есть, друидка, есть 2 крадисы на руке, 3 земли. В принципе, это кромлекс на будущее. Это, в принципе, неплохой старт. Играем против Луруса. Интересно, что там будет. Борусы, может быть, рыцари сейчас очень модные, которыми я играл. Их сейчас стало очень много в стандарте. Возвышение симиков. Ха, хочу ли я сейчас возвышение симиков? Или не хочу? Наверное, сейчас пока рановато для него. У нас еще есть 2 в деке. Ну, 3 в сумме. На дрова мы пойдем. А, понятно, этот цикл. Окей. Ну, давайте тогда друидка. Райских кущ. Ходи. И, наверное, сейчас пойдет последует крича. Да, джинскую святинницу. Окей. Тогда мы, в свою очередь, сыграем Крайзисом на 2-2. Подробуем карточку. Погенем хит. О, и гигант неплохой. Но я сейчас хочу поставить Росгидры на Крайзиса и попробовать просто им тупо запинать. Да. Земля будет? Пока земли нету. Это хорошо. Это хорошо. Это неплохо. Отлично. Давайте. Давайте Росгидры. Что бы нет. И давайте, наверное, в атаку на 5. Вот хочу атаку на 5. И... есть фулл контакт. О, земля. У нас сейчас будет Крайз 6-6. Я думаю, что мы на следующий ход поставим Кромлекс. Вообще, на изи поставим Кромлекс. И... С него, наверное, с кастинг гиганта. Да. Да, да. Землю же этот ход ставил. И лисица. Окей. Без Б. На 2, да. Что, сюда? 6. 6-6. Кромлекс за 3. Пожалуй, гигант с дополнительным каунтером. И давайте, наверное, земля. Давайте, наверное, мы сходим в атаку все-таки. Сюда положили каунтер первого удара. Это очень круто. Давайте на 8. Лисица по блоку, но это уже не критично. Главное, чтобы сейчас Крайз у нас не отъехал. Да? Отнезапно с точки зенита. Ну, окей, ладно. Отъехал так, отъехал. Ничего страшного. Первый удар. Первый удар это вообще круто. Так, мы можем, в самом деле, сейчас поставить либо друидку и гиганта еще одного, либо поставить здорового-здорового Крайзиса. Давайте для начала сходим в атаку. Получили еще порчоустойчивость. О, это вообще замечательно. 4-4 порчоустойчивость в атаку. Да? Это сколько мы можем поставить Крайзиса? Всего лишь на 5, да? На 5. Давайте для начала поставим друидку подробную карту. Ее с жетоном. Теперь давайте гиганта. Подробуем карту. Земля. На самом деле, можем и Крайзиса сыграть на 1. Даже. Но я, наверное, это делать не буду пока что. Просто ход. Надо, наверное, было гигантом вначале играть. Ну ладно, ничего страшного. Да, поциклил. Он все пытается нам максимально дамагу внести, но у нас Кромликс еще отхиливает на 2. Плюс сейчас Крайзис похилить нам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 хита. То есть то, что он настреляет в этот ход. Он нам отхилит обратно. О-о-о-о. Это ништяк. Давайте гидро. На 7. Автоплата. Даже на 8. И все. Первая игра против Борос цикла. Давайте следующую. Итак, оппонент ходит первым, но у нас есть листает, у нас есть друидка, у нас есть гиганты и розгидры, я думаю. Так, мы играем против Абоша. Давайте, наверное, кипнем, попробуем. Тут это или монорет, или моноблэк. Монорет это. Ну ладно. Прослушник. Очень даже приемлемый сейчас тот этот дроу. Давайте. Главное, что подручу думану. Повернутым. Ходи. Лавкач, да? Лавкач, да? Ну на 2 мы получим, да? Что делать? Ай. На 2 намоткнули. Плохо, что мы не надровали ману, конечно, очень плохо. Ну, такое тоже бывает. 24 земли, нас не должно крючить, по идее. По идее, мы должны практически каждый ход сейчас выставлять по земле. Наверное, так. Хотя, наверное... Давайте просто так. Блок. Да. Сейчас поставлю за жизнь цен. Угу. Раз, два. Два чувака. Да. Земля. На ботом. Гигант. Кристальный. Получил каунтер пробивного удара. Ходи. Так, 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 так. Эту судно перебирает карточки в руке. На столе, точнее. Что же делать? Что же делать? В теме вот так. Нахер. Сюда. Сюда. Блоки. Сейчас кому-то прилетит. Нет? Мне так кажется. Должен гиганта прилететь. Нет? Что гиганта? Да. Прилетела. Ну и, видимо, еще ловкач. Нет? А еще. Шок сюда. Окей, без проблем. Это ушел, правда? Ну, давайте тогда еще гигант. Кристальный. И угроза. Ходи. Плохо, что нам, конечно, не идет земля, что она уходит стороной. Вообще отвратительно. Но пока жить можно. Давайте так же в точности. Сюда. А вот сюда. Блок. Видимо, еще какой-то бурн. Ец. Да? А что делать? Тихонечко разбираемся с ключами оппонента. Давайте. Росгидры. Вот так вот. 1-4. Ходи. Феникс. Да. С удовольствием. Блок. Ходи. Угу. О, гигант. Блин, нравится мне гиганты. Кристальная. Давайте сейчас, наверное, листеяда поставим все-таки. Пусть у нас будет блокер. Давайте поставим друидку. У нас тоже крючит. Так же на трех в точности. Ходи. Я хочу поставить гидроидного кразиса. Блин. Гигант, остекрушитель. Вообще, хочу бы, хотел бы его на 3. О, азолит. Давайте азолит. Азолит. Азолит вот эта тема. Давайте гигант. И у нас ферстрайк. Отлично. Ходи. Ферстрайк просто сюда и идеально вписывается в эту концепцию. И еще один феникс. Да. И пылки в оборник. Да. Всего полно. 8. Так. Ну, давайте. Кромлекс. И... на 2. На 3.3 будет. На 2. Автооплата. О, отлично. И подробились. Вообще шикарно. И тут у нас еще захват. Ну, был бы бдительность, я бы сходил в атаку. Ходи. Тут вообще вовсе 11. На кого рассчитана эта карта? Да. 10.3. Сейчас он будет 16. Поехали. 15. А, так. Я вот что думаю. Наверное, надо анакс убивать, да? Так. Мы не сможем сейчас его убить. Нормально. Ну, ничего страшного. У него в любом случае деки нету никаких этих. Так, раз, два. Раз. Два. Три. На 4, видимо. Автооплата. 5-5 пойдет. Подробно. Подробно. Замечательно. Еще одну карту подробно. Ну, давайте. Лужа. И каунтер. А, просто каунтер. 4-4. 4-4, first strike. First strike, захват. Че еще надо? Че, давай уже чем? Геретико знамя. Да, пофигу вообще. Ты же понимаешь, что мне это пофигу. Уже сейчас. Ты вот это не разберешь никогда. Может, 32-32. Ладно. Давайте, наверное, что-нибудь будем потихонечку вырубать, да? Эти фениксы, конечно, напрягают. Но у нас много захвата, поэтому ладно. Так, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте на шесть. А вот и четыре, пять, шесть. Окей, оплатили. Давайте. Удвоем количество каунтеров. Вот так вот даже. О, вообще-то то, что нужно подробовали. И он еще получил парчоустойчивость. Вообще замечательно. Надеюсь, мы можем начинать ходить в атаку. Мне не нравится то, что он будет их возвращать. Давайте пока повременим. В принципе, я вообще не вижу сейчас никаких проблем на столе. Даже если войдет АБОШ. Да и черт бы с ним. Да, АБОШ. Можно начинать ходить вот так. Вообще, пофигу. Ты понимаешь, да, что мне будет вставить, да? Окей. 64. Так, ладно, два, три, четыре, пять. А, Тенис. 64, 64. Кричу. Давайте, Гартос, что ли. Да, давайте. Поднимем. Лес. У меня захвата нет. Видите, настолько, да? Давайте. Друидку. Такую вот огромную. Я не знаю теперь. Ну, уходи. Тут просто 13-14 кричи. Просто, что, тихо и вот так вот. Скоро начну ходить вот так уже. Потому что, ну, что-то как-то... Он, ему как бы шансов нету сходить у меня в атаку. Но у меня-то есть. Я вообще не вижу вариантов, при которых он, то есть, чучу может выиграть. Раз. Два. Типа так, да? Ну, давай. А, у нас тут захватом здесь сильный. Первый удар, да? Захват, первый удар. А, да. И, по второму кричи 64-64 встанем. Блок. Что ты вообще хочешь от жизни? Да. Токенов хочешь? Ай. Умерли. Да. Ай. Умерли. И гигант. Да, без проблем. Сколько у нас тут? 128. 131 кричи. Ладно. Не нафиг. Давайте. Две маны. Одна. Одна. Две. 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 Одна. Одна. Плюс о нем. Вот сюда. Подтвердить. Давайте зелененькие. Сколько у нас есть? На 12 красис. Автопад. Тряс-тряс и будет. В итоге. Да, вошел. Блин. Давайте, наверное... А, у нас 4 мана еще. А, ну да, на 4 же гидры стоят дешевле. Окей, давайте сюда. Просто русские трепутации. Давайте пофайтимся, да, что ли? Гартес предлагает пофайтиться. Ну, давайте с кем-нибудь разберемся. А, с токеном, например. Чпоник. Нет, токена. Да. Да, каунтер. Давайте еще один. Одолит. Пофигу, лишь бы не скидывать. Этот получил еще один каунтер какой-нибудь. Угроза. Окей. В самом деле, можно сейчас пойти в атаку вот этими двумя. Ну, не. Не, это так. Сбросить две карты. На самом деле, он сейчас может что-то, как-то, такое чувство, чтобы подубить даже. Раз. Два. Я сейчас, наверное, ничего делать не буду. Просто вот этих поставлю гидр. Окей. Раз. Два. Ну, давайте теперь думать. И всех качну. К тому же. Окей. А тут 9, 6, да? 9, а, 9, 8, 9, 8. Вот, давайте этого сюда. Хотя... Этого сюда. Меньше токенов будет. Давайте... Сколько она у нас? Так. Давайте вот этого под обошь. Давайте... Гартосом встанем сюда. Давайте гидрой 15-14 встанем сюда. А давайте гидрой 14-14 встанем сюда. Давайте гидрой 15-15, наверное, сюда. Давайте гидрой 15-14 встанем сюда. Хотя, давайте гидрой 15-15 встанем сюда. Давайте гидрой 15-15 встанем вот сюда. А этим сюда. Да, и в итоге нам проходит 6 дамага. Чпуньк. Сюда поместилось 3 комнатера. Чпуньк. Дальше. Хе-хе-хе-хе. Окей. О, давайте следующего. И так, друзья, играем против Кируги. Это ничего хорошего нам не сулит, на самом деле. Скорее всего, это будет проигрышная партия. Ну, в принципе, с такой рукой проигрышная партия. Давайте, наверное... Ксан-гигант мне сильно больно нравится. А, давайте оставим. Да, Сфинкс. Я понял тебя. Да, это классический Fires of Invention. Ничего тут нового мы не увидим абсолютно. Постараемся, по крайней мере, хоть что-то сделать с этим. Если у нас получится, конечно же. Угу, угу, угу. Что-то он досывал, он досывал. Сюда. Ход. Ходим. Угу, храм Триумфа, да? О, Азолит. Давайте, гигант. Азолит вообще тема. Полет. Гиганта, полет. Полетел наш гигант. Внезапно, да? Он похож на кричит «Полет». Так. Ну, давайте, наверное, Азолит. Хотя, наверное, рост гидры. Каунтер и лайфлинг на 4. Так. А ну-ка, на сфинкции мой маны не хватает. На Fires хватает. Окей. Это нормально. И Та Фарида. Ну да. Ну да. Автооплата. Это не земля, к сожалению. Дополнительный каунтер. И полет. Так. Ну, видимо, сейчас. Какая-нибудь хреньки, руга, куча дробли. Что-то, да, как он так работает. Блин, не хватает нам земли. Это прям раздражает. По-моему, он сейчас залит. И какой-то мастримбол. Нарсет. Ну да. Тут нарсет убивает. Такая снура. Ладно. Да, ну. К сожалению, да. Ну и все. Это был второй спел. Это совсем не то, что я хотел подробовать. Если честно. Так. Давайте. Гигант. Давайте Азалит. И какой-нибудь каунтер сейчас получил. Подциклил три Омды. Ферст-трайк. Окей. Ферст-трайк неплохо. Ну тут, наверное, да. Тут, наверное, мы не успели. Мы сейчас просто несколько шагов позади оппонента. За то, что мы пропустили Ландро. По-моему, даже не один. Или один. Псадник. Логично. Ага. Кируга. И куча жирных атакеров. Ладно, тут все. К сожалению, тут, да. Тут у нас не получилось. Но ничего страшного, ребята. То, что у нас не получилось в этой партии, не означает то, что мы бы не смогли ее затащить. Приди на нормальном земле. Потому что, на самом деле, у нас для этого все на руке есть. Ребята, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал. Помните, что это фановая дека. Если ее улучшить сайтбордом, она будет просто обалденная. И вы сами видели, что против дек в ранге мифик, против бороса цигнга, против агр, она работает просто идеально. Так что, ничего тут расстраиваться не стоит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. И пока! Субтитры подогнал «Симон»